Доброго времени суток! Я приветствую вас, всех гостей и подписчиков канала Торопот колесницы. Хочу предложить вам сегодня расклад, совершенно стандартный, но который, наверное, да не наверное, а точно интересует многих-многих гостей и подписчиков канала. Его мысли, чувства, действия. Давайте посмотрим его мысли сегодня, чувства сегодня, действия сегодня, да, как он планирует действовать. Расклад общий, позиция одна, поэтому смотрите начало. Если есть резонация, продолжайте смотреть дальше. Если резонации нет, смотреть не обязательно, договорились? Вы можете посмотреть другое видео, их достаточно много на этом канале, поэтому уверена, что вы найдете себе ваш расклад. Подумайте о своем человеке, настройтесь на его вам, догадайте его. И будем смотреть мысли, чувства, действия. Мысли, чувства, действия. Сигнификация человека по характеру сегодня смотрим, кто к нам пришел, какой характер у человека, которого вы загадали. Что загаданный человек думает о вас сегодня? Что загаданный человек думает или думал о вас сегодня? Мысли. Мысли человека о вас сегодня. Чувства, его чувства к вам сегодня. Очень классная колода. Вообще просто такая обалденная. Чувства, чувства человека к вам сегодня. И действия. Как человек будет действовать. Ой, шо такое? Шо такое? Как человек будет действовать, как человек планирует действовать. Действия человека. Действия человека. так ну что ж смотрим характер характер ну человек не находится в жертве уже хорошо но при этом и не находится фантазия чудес а что такое что у нас суперверты так и чек неосторожен что мы можем сказать да то есть человек знаете как довольно таки может быть импульсивный человек довольно таки может быть импульсивный вот действует по папу папу вот он как бы не обдумывает не берет себе никаких пауз да вот прям пошел наворотил пришел понял не понял знания были не были то есть вот здесь симпульсы присутствуют все перевернута потому что какая-то знаете то ли перевернутая картина мира то ли прям переворачивает вообще я сижу меня переворачивает что за человечек интересный такой человек причем идет знаете как молод то ли молодой то ли молод душой ну может быть и 50-летний грубо говоря но от которого можно ожидать все что угодно но человек этот периодически впадает в жертву чтобы понимали то есть бывают такие моменты что этот человек может подать в жертву да то говорить каким образом то есть вот он такой вот действует 10 1500 а потом на какой-то период времени знать вот блин у кого точек прям за кто ходит и это его жертвенность такая а у кого-то по-другому но вот человек зате начинает себе жалеть на и все вокруг козлы все виноваты и все ручки ножки сложил ничего не могу делать ничего не получается дай мне какой-то степенность но это как как бы временами, знаете, такая временная ситуация, ну, может, человек может впадать в жертвенность, бывает такое. Ну, что ж всё перевёрнуто у тебя, а? Что с тобой, почему у тебя всё перевёрнуто? Знаете, вот перевёрнутая идёт картина мира, вот прям говорят, да, картина мира перевёрнутая, что, это о чём? Какие-то идут идеи, концепции, которые то ли уже не соответствуют действительности, ну, вот оно, знаете, не стыкуется, вот этот пазл нынешней жизни, который сейчас происходит, оно не стыкуется с тем, что в голове у человека, а человек как бы вот он живёт, а он в ритм жизни, естественно, не попадает. То, что сейчас происходит, вот знаете, как человек живёт в своём мире, в своей вселенной, у него свои представления, то ли какие-то застарелые, то ли какие-то им же выработанные для того, чтобы ему было там проще выживать, ну, придуманные им какие-то его видения мира, не такое, как у большинства людей, не такое, как у всех, вообще не всегда соответственно жизни. И когда человек с картиной мира, которая, по сути, ему тяжело стыковаться с миром непосредственно, понимаете, и поэтому у него может очень многое не получаться. И поэтому вот эта импульсивность такая, но импульсивность, знаете, как у подростка считывается здесь, то есть человек не думает, побежал, сделал, побежал, сделал, а оно не стыкуется, не получается. Окей. Так, ну, вот такой человек к нам пришел. Если узнаете свой персонаж, смотрим дальше, если нет, смотреть не обязательно. Можно смотреть, знаете, как с точки зрения расширения, расширения своей какой-то картины мира. Так, что такое? Мысли его. Мысли. Он думает, что к вам вернулся бывший, или он думает, что он теперь для вас бывший? Здесь у нас по этой карте проходит бывший. Бывший мужчина. Бывший мужчина. Ага, девочки, но он думает, что он теперь для вас бывший. Причем он считает, что это именно так и должно было быть. Что это как бы чуть ли вам не по роду так написано было, чтобы вот ваши отношения вот так вот завершились. Он так считает. Ушел? Ушел? А шо, что ушел? А девушки думаешь все время? А? Скажи. Че так? Почему так? Потому что не родились те отношения, которые должны были родиться. Да, вы не проигрались в сценарий. То есть у вас, вам было написано, вы должны были прожить какие-то отношения. У вас, понимаете, у вас должно было быть развитие вот следующее, дальше. А он ушел. А он ушел. Он не пустил. Да, он вышел из отношений. Он не пустил ход дальнейший этому всему. И, соответственно, как бы он теперь не может... Вы теперь как бы вот... Но он думает об этом все. Но он думает, что и... Ну, как бы еще думает, девочки, о том, что вы там нестабильны. А чего девушка нестабильна? Скажи, пожалуйста, по-твоему. Почему девушка нестабильна? Потому что вы... То ли вы, девочки, не равновешенны, по его мнению. То ли вы с ним поступили здесь несправедливо. Походу, здесь и то, и то проходит, девочки. И ваша неуравновешенность, и ваша несправедливость. Вы хотели получить какую-то победу. Да, вот по его... Ну, вы как-то хотели одержать какую-то победу. Может быть, над ним. Может, в каких-то других своих ситуациях. Да, и вы себя вели с ним несправедливо, не очень классно. Поэтому он свалил. Как у вас тут всё закручено. Закрученный сценарий. Окей. Смотрим дальше. Чувства. Твои чувства в девушке. На чувствах есть притяжение. Логическое притяжение есть между вами. И как же ему интересно с вами. И как же ему классно с вами. И как же ему хочется с вами. И общаться, и взаимодействовать. И поговорить, и потрогать. И тут всё есть. Всё есть. Ты ещё и растёшь в отношениях с девушкой, да? Твои чувства раскрываются. Потенциал какой раскрывается, да? Да. Да, девочки. Он с вами раскрывает свою какую-то чувственную сферу. И он с вами раскрывает ещё. То есть он выходит в короля. Он с вами как бы более стабильный, более временный, да? Но он, смотрите, он эти чувства останавливает. Останавливает. Ты останавливаешь чувства. Да, он останавливает чувства к вам, девочки. Печальненько ему, печальненько ему. Останавливает, потому что он не видит как-то выхода из этой ситуации. Но он же есть. Ему кажется, что нет шанса на то, чтобы начать всё заново, да? На то, чтобы пойти в новое. Нельзя сказать, что он там полностью сейчас вот там вообще полностью как бы гасит это всё, закрывает. Нет. Но он находится, знаете, в состоянии разочарования. И вот то, как его очень к вам тянет, девочки, чтобы вы понимали. И то, как его тянет, и какой есть потенциал, но при этом он как бы не видит, да? Как разлыть тот конфликт, который сейчас есть между вами. И вот... Поэтому он себе говорит, да, что у нас там ничего не будет, у нас не получится обнулить ситуацию. Какой у нас разочарованный мужчина сегодня. Так, действия. Действия твои. Что ты думаешь о действиях? Ага, какие действия, да? Вот такая фраза идёт. Сундук свой не брошу. Это о чём? Это о чём? Это о чём? Есть у неё какие-то зажигательные идейки в голове? Что за идейки? Смотрите, он сейчас у него на действиях есть такая ситуация. Он сейчас обдумывает, как ему действовать. Почему? Потому что ему кажется, что для того, чтобы, да, там ваши отношения продолжались, для того, чтобы вам взаимодействовать дальше, то ему нужно от чего-то отказаться. А отказываться от этого он и не хочет. Вот говорю, как есть. Ему не хочется отказываться от этого, ну, от чего-то своего, да? То есть, а от чего тебе нужно отказаться, по-твоему? От чего тебе нужно отказаться, по-твоему? От каких-то своих планов, девочки, от каких-то своих планов. Может быть, от какой-то своей известности. Может, от какого-то своего влияния на других людей, да? Если он там считал, что он как бы светил, как звезда для других, то вот здесь он считает, чтобы быть с вами в каких-то ровных отношениях наладить, то ему нужно отказаться от этого. А ему не хочется это делать. Ну, чтобы вы понимали. Не хочется. Так. Окей, что еще у тебя на действиях? Вот сейчас, знаете, он берет такую ситуацию, что он говорит, а давайте тише поедем, спокойнее, спокойнее. Он надеется, что у вас отношения все-таки выровняются. Есть у него такая надежда, но при этом он совершенно не хочет никаких резких движений, да? То есть вот он будет медленно-медленно что-то делать, медленно-медленно как-то пробовать, да? А как ты будешь действовать? Скажи, пожалуйста, вот как? Как ты будешь действовать? А он пойдет в какую-то свою реализацию, в какую-то свою стабильность, да? А он пойдет в какую-то свою стабильность, да? Девочки, у нас здесь будет рассматривать какие-то варианты. То есть если у кого-то есть там на горизонте еще какая-то соперница, то мужчина будет рассматривать варианты, чтобы пойти туда к той женщине. Ну, говорю, как есть, да. Без обид, без ничего, но лучше понимать, правильно знать. А почему так? Почему так? Скажи, тебе так проще? Почему так? А там, говорит, меня не предадут. А там меня не предадут. А здесь предадут. А здесь, говорит, женщина такая, вот знаете, таинственная вся, которая может там чего-то там знает много всякого разного. Она сама по себе. Она сама по себе. Меня к ней тянет. Она очень классная. Меня к ней тянет. Но он не рассчитывает на то, что он с вами получает какую-то стабильность. Он этого совершенно не видит, понимаете. Он идет туда, где проще, туда, где надежней. Ну, как мысли у него сейчас есть об этом, да. Так, а действия к нашей девочке, что смотрят? Ты будешь делать действия, чтобы помириться? Разочарование. Разочарование, сожаление. То есть, для тебя это все, что ли? Говорит, она меня не любит. Девочки, вы его не любите. Он разочарован. Поэтому он действовать не хочет вашу стоимость. Так, а вы его любите на самом деле? На самом деле, вы как бы не манипулируете, не привязываете, но тоже сами не видите какого-то обнуления ситуации, да. А о чувствах я спрашиваю. Есть ли у вас чувства к этому мужчине на самом деле? Девочки, ну, глубины в ваших чувствах нет. Вот я вам так скажу. Глубины в ваших чувствах нет. И этот мужчина, он это считывает, да. Он это считывает, и поэтому как бы вот у него такое ощущение. Хорошо. Есть ли вообще в этих отношениях перспектива? Вот просто, если могут ли эти отношения как-то переродиться, трансформироваться, да. Есть ли в этих отношениях будущая перспектива? Смотрите, может быть, здесь у вас следующий виток этих отношений. Может быть, может. Колесо фортуны завертеться, вы можете пойти. Но опять же таки, смотрите, здесь ситуация в том, что это будет цикличность. Цикличность отношений. То есть в гармонию они сразу не войдут. То хорошо, то плохо. То хорошо, то плохо. Здесь не стоит как бы бодаться, да, применять силы, если вы хотите выйти на что-то ровное. Но получается, ну, и какого-то развития, понимаете. То есть шанс есть на возобновление отношений. Но сказать, что будет всё классно, ну, мне сложно это сказать. Нет, я вам такого не скажу. Я не вижу какой-то... Ну, то есть вот если они разобновятся, то какие-то отношения будут? Какие будут? Женщина будет бегать и кричать, да. Женщина будет бегать и... И это где ты? Ау, ты где любимый? Где ты, где ты, где ты, где ты? Понимаете? Оно вам надо? Он не будет... Он не будет отношения развивать. Он не будет вкладываться в них. Он не будет ничего делать для них. Окей, а почему? Вот почему у тебя такое отношение к этой девушке? Почему? Да он сам толком и не знает. Вот он сам толком и не знает. Он как бы сидит, наблюдает, думает ещё. Может покатиться как-то, может начнёт включиться в эти отношения. Может не сильно включиться. Но у него как бы здесь тоже глубины нет, серьёзности нет, понимаете. То есть такое ощущение, что сами эти отношения такие... Не чувствуются здесь изначально большой глубины. По крайней мере, вот в данный период времени. Да, вот на тех моментах, на тех позициях, что мы вот сейчас рассматриваем, я здесь не вижу какой-то глубокой связки у вас. Поэтому, может, и не надо. Нужны ли вам эти отношения? Давайте так спросим. Но нужны ли вам эти отношения? Нужны ли вам эти отношения? Да, не особо, ребята. Не особо. Не надо. Не надо. Вот. Ну, в общем, вы теперь всё знаете по данному раскладу. Я благодарю вас за внимание. Благодарю вас за лайки, подписки, комментарии. А если хотите личный расклад, то, пожалуйста, под видео номер телефона или на страничке в описании о канале вы найдёте номер телефона. Пишите в телеграм или ватсап и записывайтесь на консультацию. Желаю вам хорошего дня, вечера, ночи. Желаю вам хороших, классных, счастливых отношений. Пока-пока.